Доброе утро, мои дорогие! Ну что, ещё один день начался. У меня тут тряпочки кухонные сохнут с моими топотушками. Чё-то холодно. Маська выскочил на улицу, видно, взбегал в туалет и назад домой. И свернулся калачиком и спит. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Минус пять почти. Вот это да! Ну, мать-ка же он не дурак, соображает, что холодно. Ой-ой-ой-ой-ой, пошла-ка я домой. А я сегодня начинаю новый проект, как любят говорить блогеры. Звонила я Ларисе, которая прислала мне такую посылку, что ввела меня на два дня в шок. Вот. И мы с ней договорились, что я сделаю ей красно-синий сатуар. Вот. Так что пойдут у меня синие камни, красные. Вот у меня тут есть и кораллы, и там всякие. И хочу я добавить вот такое стекло. Потому что тут и красный, и синий есть. В общем, буду делать. Потом вам, мои хорошие, покажу, что из этого получится. Должно получиться ярко, красиво. Она, женщина яркая, ей пойдёт. Вот я-то такая мышь, так мне... Ну, я и люблю такие серые, да... Ну, такие неяркие. Вот. А ей пойдёт такая яркость. Вот сейчас буду делать. Думать, что сделать вниз. Ну, я постараюсь, конечно. Она очень приятный для меня человек. И не за посылки, поверьте мне. Мы с ней давно общаемся. Вот. У меня вот несколько человек, с которыми мы прям общаемся. Вот. Сыра из Сочи. Вот. Станей Конюховой. Ну, несколько есть человек, с которыми мы прям общаемся. Вот. Так что... Вот. Ещё мне сегодня нужно доехать на почту, отправить бандерольки. И хотелось бы на рынок, на юбилейный у меня остались пины вот такие все. Всех цветов вот такие, со шляпками, а не с колечками. Их много, правда, у меня вот таких. Но, знаете, во-первых, теряется время на то, чтобы завернуть это колечко. И теряется длина, так как в основном они не длинные, вот такие коротенькие. Так ещё, пока, представляете, два колечка накрутишь с двух сторон, и всё. И для большой бусины места не остаётся. У меня ещё и рамочки вот такие, для бусин крупные, видите? Ну, то есть пин должен быть вот, ну, вот такой вот, вот такой длинный. Да, руки ободранные, вчера розой обрезала, так. Через перчатки все руки пообдирала, кровь текла. Вот. Ну, в общем, короче, вот надо бы мне купить таких пинов. Ну, ладно, посмотрим. У меня это дело, девчонки. Я ведь могу сесть, начать делать и очухаться вечером. Это уже сколько раз такое было. Поэтому я уже не загадываю. Начну, а там как... Как ляжет фишка. Хочу сделать вот такую сову из цемента. Это я в Мурманске купила. Это для поделок из снега. Вот. Ну, я уже делала такого снеговика года два назад. Ну, вот хочу сову. Сейчас я вот в ведерко насыплю песок, чтобы вот так ее поставить туда, в песок. И залью цементом. Вот что у меня получилось. Сейчас я разведу цемент и залью. Я развела цемент. Две части песка, одна часть цемента. И начинаю заливать. Песок у меня не просеянный. Ну, это эксперимент. Посмотрим, что получится. Сейчас я ее залью полностью. Одной рукой неудобно. Ну, что ж, пусть теперь сохнет. На улице холодно. Поэтому, наверное, понадобится несколько дней. Будем ждать результата. Вот сколько красок всякого. Нужно нести на помойку. Потому что картинами я давно не занимаюсь. Все это уже пропало. А это еще Алинкины. Что же, блин. Уже все давно пропало. Надо выкидывать. Что был срочно вызван Толик. А по какой причине? Девчонки, выкладываю видео вчерашнее. И пишу, как я соскучилась по хамсе. Я ее съела 300 грамм в один присест. И вот я пишу название видео. А сама понимаю, что у меня слюни, как у собаки, текут. Хочу хамсы. Ну, что, позвонила Толику. Толик, как всегда, мне трубку говорит, едет твою мать. Несемся за хамсой. Видите, сколько у нас в прошлом году летом понаоткрывали. Так, а я отпустила Толика. Вышло солнышко. Хамсу я купила на одном рынке. Вот приехала на другой. Там почему-то закрыт строительный. Вот, еще зайду. Пины мне нужны. Ну вот, первый облом. Силиконового герметика нет так. Может, здесь спросить. А у них нет, наверное. Придется, наверное, в городок идти. А сейчас спрошу. Вот тут тоже, смотрите, какие тарелки. С местным колоритом. Красивые. Так, ну ладно, герметик я купила. Вот какая продавщица в отделе в первом. Я говорю, еще я где-нибудь куплю на рынке. Нет, только в моем. Ага. Это. Так, купила подкормку для цветов, для растений. Купила еще декоративные подсобухи. Семена. Я их очень люблю. Какие-то лохматенькие, цветные. Так. Мало сегодня народу. На рынке. Ну ладно, хоть золушка моя работает. Единственный магазин черноморский, где можно что-то купить. Ты милый мой. У меня нет ничего вкусненького. Как будто, посмотрите, в жилетке. В жилетке. Понюхал, ничем не пахнет. А вот это его место. Он тут живет вместе с собакой с Меркой. Ты мой хороший. Старенький уже. Что-то вообще народу нет никого. Мало совсем. Хотя, пятница сегодня, да? Пятница или четверг? Совсем я. Вот что значит жизнь на пенсии. По барабану. Что четверг, что пятница. Ну что, приехала. Докладываю. Купила. Вот такое вот. Для удобрения цветов. Для рассады, для всего. Так. Силиконовый герметик. Это я вам потом покажу. Для чего. Так. Подсолнечник. Папа Тедди. Мишка Тедди. Так. Вот этот я не покупала. Вот этот я уже брала. Маленький. Так. Такой тоже брала. Он тоже мелкий. Крупных вот этих шоколадных нет. Так. Ну это. Без которых жить нельзя. Так. Сыр. Очень хочется. Бутербродика, понимаете, с чем-нибудь. Но хлеба-то особенно нельзя. Так я вот покупаю этот. Скажите, как он называется? Лаваш. И вот в лавашик заверну. Сырку. Мяска какого-нибудь немножко. Все это сделаю. Горячий такой бутербродик закрученный. Позволяю себе. Ну это вот я заходила в Золушку. Вот купила цепочки, колечки, пины. Так. Купила сало. Очень вкусное там у них вот это сало на рынке. Но я всегда прошу, дайте побольше мяса, поменьше сала. Вот честно говоря, я сало не очень. Ну, не украинка я. Ну я вот сама сало нет. Я бы, конечно, на нем картошку пожарила. Но нельзя же ведь. Так что кот съедает. Так. И гипс вот купила. Кстати, кот. Они эти кошары, его друзья Маськины. Смотрите, вот это ведь они все рушат мне. Все рушат. Господи. Вот теперь надо опять вставлять. Носатся вот эти кони огромные. Я сейчас приезжаю. Он в окне страдает. Выспался, страдает. Как же ребята тут по столу ходят. Его вызывают гулять. И я дверь открыла. Даже не успела ему сказать. Мася, он мимо меня и с этими котами помчались куда-то. Куда помчались? А ты потом переживай, да? Что с ним случилось и где он есть. Вот так вот. Так. Ну что у нас? А, плюс пять. Но все равно холодно. Все ругаются на погоду. Все. Но мне вот продавщица в Золушке сказала, поздняя Пасха, поздняя вот такая холодная весна. Ну не знаю. Им видней. Вон видите, вода даже потекла. Не сразу сначала лед вылетел. Да. Теплая весна, нончи. Ну это вот то, что я купила в Золушке. Вот представляете? Вот это вот все пины, которые были. Ну, длинненькие. Я не знаю, почему они заказывают прям вот такие вот на полтора сантиметра. Куда их? Вот два колечка взяла на пробу. Ну, хочу попробовать серьги сделать. Потому что так, эта цепь, она дорогая, она там трехъярусная, дорогая, 600 с чем-то рублей метр. Вот. Вот мне продавщица дала попробовать, посмотрю. Так, купила вот этих птичек. Вот зачем-то она мне темную. Надо будет поменять, сходить. Вот таких птичек, коннекторы вот такие. И цепочку. Ну, тут чуть побольше метра я уже, что было, я и взяла. Тоже надо, иной раз сунешься, а вот покрупней цепочки нету. Вот, так что, вот так я сходила. Сейчас буду продолжать работу. Все, встала. Вот, вчера ковырялась до двух часов ночи. Вот такой сатуар. Вот единственное, что я сейчас смотрю и понимаю, что мне нужно убрать в замок. Или же поставить его в другое место. Потому что, видите, получается, что он у меня прям по центру. Я как-то обычно не ставлю на них замки, а тут что-то взяла и поставила. Так, вот такой сатуар из бусин с эффектом АБ, Аврора Боррелиус. Аврора Боррелиус – это северное сияние. Вот, вот, и тут у меня получается от 10 мм, вот их 7 штучек, по 10 мм, потом идут по 8 мм, и в конце вот на шейке уже по 6 мм. Очень нежные, прям такие вот завораживающие. Так, ну вот я сейчас замочек уберу, и будет это вот так вот. Вот такая красота. Да, они длинные, они просто здесь вот завёрнутые. Так, ну, а я продолжаю делать. Вот такое яркое у меня получается украшение. Это ещё так, начало. Вот, тут у меня и вот губчатый коралл. Довольно-таки редкие всё-таки камушки. И вот вырезанная бусина в коралле. Вот такая вот будет красотень. Ну, потом соберу, я вам покажу. Вот, а я с вами пока прощаюсь сегодня, мои хорошие. А то видео длинное получится. Смотреть неинтересно. Так что, теперь буду ждать, когда у меня цемент, сова эта высохнет. Вот, в общем, работы у меня навалом. Давайте, мои хорошие, не болейте, не грустите. Всё равно скоро весна будет. Даже там, где снег и морозы, всё равно. Будем надеяться и ждать. Пока-пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok